Жители Новосибирска собрали около 80 тысяч подписей. Требуют ареста и справедливого суда над сыном местного бизнесмена. Его подозревают в зверском убийстве школьницы. Следствие предлагало отправить подростка в СИЗО, однако суд решил оставить его под домашним арестом. Тамара Нерсисян разбиралась в этой непростой ситуации. Она была отзывчивым человеком, всегда стремилась помогать людям. Поступила в медико-биологический класс, потому что мечтала стать врачом, рассказывают подруги Карины Залесовой. Сейчас они проходят по уголовному делу как свидетели. Только эти девочки и могут рассказать, как и когда Карина познакомилась со своим убийцей и какие отношения их связывали. Я знаю, что она с ним познакомилась года два назад, может чуть больше. И они общались длительное время. Также у них были отношения. Я знаю, что они постоянно ссорились, у них были разные разногласия. Причем Марк, он очень часто позволял себе разные отрицательные комментарии в ее сторону. И иногда он на ней отзывался даже в кругу друзей отрицательно. С отрицательными комментариями можно ознакомиться в соцсетях. Она шлет ему сердечки, он ей в ответ «я бы тебе горло вскрыл». По рассказам подруг, их отношения прекратились еще год назад. Но в конце августа Марк пригласил бывшую подругу на свой день рождения. И она пришла. Мы готовились праздновать переход ее в другую школу, в кругу семьи. Она сказала, что я буду с пяти до шести дома. Ну и все, и потом уже забеспокоились. Потому что Карина никогда просто так из дома не уходила. Даже если куда-то уходила, она присылала нам смс, что я на месте, например, или я иду в транспорте, скоро буду, я сажусь в автобус. Мы ее встречали, провожали. А тут она просто... Телефон был в сети, но она не отвечала. Ну, мы не могли это представить. Представить такое нормальному человеку действительно непросто. Марк нанес Карине шесть ножевых ранений. Три в шею и три в руку. Позже рукой уже мертвой девушки разблокировал ее телефон и позвонил другу. Ему он в подробностях рассказал о том, как мучил и убивал Карину. Ему предъявлено обвинение и перед судом заявлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако суд счел необходимым избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Следствие не согласилось с таким решением суда. С таким решением не согласилось и общественное мнение. В интернете уже собрано больше 95 тысяч подписей под требованием честного расследования убийства десятиклассницы. Родители молодого человека сразу выдвинули предположение о том, что подростки хотели совершить совместное самоубийство. Якобы отец Марка достал сына из петли. Благодаря тому, что я ему сделал искусственное дыхание, мой сын живой. Причем он говорит, а зачем ты меня спас? Я не хочу жить. И сейчас мы его караулим, чтобы он не повторил, потому что все предпосылки к этому есть. Смысл не в том, что мы его от СИЗО ограждаем или что-то еще. Задача одна. Все-таки вывести его из этого состояния, чтобы понять, что произошло. Отдельного внимания заслуживает семья обвиняемого. Мать – практикующий психолог. Отец – известный новосибирский бизнесмен. Их версию о двойном суициде следователи отклонили практически сразу. Следы на руках убитой говорят о том, что она сопротивлялась и пыталась вырваться. Сейчас обвиняемый в убийстве подросток направлен на психиатрическую экспертизу. Я считаю это несправедливо. Мой ребенок находится в могиле, а он будет находиться под домашним арестом. Тем более, его мера пресечения не исключает то, что к нему могут приходить друзья, например. Что он может смотреть телевизор. То есть он может передвигаться по территории своего дома. Но это несравнимо с тем, что он забрал чужую жизнь и выйдет с психиатрической экспертизой и будет находиться дома. Вопросов в этом деле действительно больше, чем ответов. Умышленное убийство в России карается лишением свободы сроком до 10 лет. Причем, если преступление было совершено с особой жестокостью, срок может быть увеличен. Тамара Нерсисьян, Вести.